Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 17 августа. Рассматриваем валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, которые находятся во флете и, похоже, впали в спячку, а также пару доллар-иена, которая частично отработала целевой уровень и восходящее движение, еще и имеет потенциал для продолжения. Итак, начнем с валютной пары евро-доллар. Евро колеблется в границах диапазона между 1.1900 и 1.1735. Ожидаемого снижения не случилось, хотя и сам сценарий пока тоже полностью не отменен. С момента прошлого обзора цена протестировала уровень 1.1735, но пройти его так и не смогла. Начав восстанавливаться, сейчас котировки вышли несколько выше уровня сопротивления на 1.1817. Учитывая контекст, можно предположить, что боковая динамика пары еще продолжится, поэтому основная цель текущего движения – это верхняя граница диапазона. Подтверждением этому станет последующий отбой от него, что актуализируется сценарий на снижение. Ну и вот, ввиду этого, на актуальном графике ключевые уровни необходимо несколько скорректировать. Основное сопротивление теперь ожидается на верхней границе этого флета. Это у нас уровень 1.1905. Последующий отбой от него нацелит пару уже к нижней границе диапазона, расположенной на уровне 1.1735. В свою очередь, сигнал на продолжение нисходящей коррекции будет получен при преодолении этого уровня и продолжении снижения вплоть до уровня 1.1620. Отмена данного сценария состоится при росте цены выше разворотного уровня на 1.1931. Ну и вот, британский фунт за прошедшую неделю почти не сдвинулся с места, не реализовав ожидаемый сценарий. После отбоя от уровня 1.319 цена начала была снижаться, но в районе 1.3020, по всей видимости, расположена поддержка, которая не дала развиться импульсу вниз. В итоге пара так и проторговалась между 1.319 и 1.3020. Сценарий на снижение это пока не отменяет, поскольку пара все еще торгуется около уровня 1.319. Шанс на закрепление ниже которого все еще остается. Если это случится, то вероятность начала нисходящей коррекции значительно повысится. Ну а судя по актуальному графику, дальнейшие перспективы пары будут зависеть от способности продавцов закрепиться под уровнем 1.319. В этом случае отбой от этого уровня сначала направит котировки к нижней границе диапазона на 1.2914, а последующий пробой этого уровня уже будет способствовать развитию нисходящего импульса до 1.2788. Однако перед этим цене необходимо будет пробить нижнюю границу в районе 1.2994, который и определит и наши дальнейшие перспективы по паре. В свою очередь отменой данного сценария послужит рост выше разворотного уровня на 1.31700. Ну и вот порадовала пара с японской иеной, которая выросла в соответствии с ожиданиями и отработала первую целевую точку в районе 1.10696. Таким образом ожидания по росту оправдались, правда ожидаемой коррекции и ретесты уровня на 105.06 не случилось. Котировки протестировав уровень 105.73 продолжили дальнейший рост. На текущий момент с учетом обсложившихся обстоятельств вероятность продолжения роста пары сохраняется. В данный момент развивается локальная нисходящая коррекция, по окончании которой восходящий импульс может быть продолжен. Ну и вот собственно актуальный график. Судя по всему коррекция здесь может быть совершена уже на текущих уровнях, где расположена поддержка на 106.40 и максимальный предельный уровень на 105.99, который в свою очередь является разворотным. Пока цена сохраняется в пределах этого диапазона, последующий отбой от него и возврат над уровнем 106.40 нацелит пару к новым локальным максимумам на 107.50 и 107.81. В свою очередь отмена данного сценария состоится при снижении и закреплении цены ниже разворотного уровня на 105.99. На сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски. Всем профит на неделе и до встречи в следующем выпуске.